Уважаемые коллеги добрый день меня зовут Алексей Шаров я один из разработчиков уникальных средств фитодент периогель для регенерации десны и слизистой и применения для ухода за полостью рта Это второй вебинар посвященный продукции фитодент периогель и сегодня я хотел бы вам рассказать об областях применения уникальных средств фитодент мы взяли за основу классификацию болезни и проблем при кабинетном применении фитодент периогеля по международной классификации болезни и состоянии МКБ-10 действующие на сегодня и актуальны для формирования модели применения были выбраны несколько критериев первое это необходимость врачебного вмешательства то есть стоматологический прием непосредственно в кабинете врача это ургентность применения то есть необходимость применения в экстренном порядке это хирургическая манипуляция или операция ее наличия как первичная причина обращения пациента то есть в острый период и необходимость постоянного регулярного курсового или непрерывного применения например у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом в стадии ремиссии на определение порядка и конкретной схемы применения также влияют следующие факторы это наличие острого или хронического инфекционного процесса в интересующей нас зоне это экстренная или плановая хирургическая манипуляция ну и наличие пародонтита разной степени формы и стадии мы уделяем пародонтиту особое внимание поскольку поражается целый комплекс тканей это и слизистая и подслизистый слой это и мягкие ткани десны это кость это поверхность корня зуба поэтому поскольку с удовольствием несколько структур нам очень важно весь перечень болезней проблем по мкб 10 в которых возможно применение гель фитодент период гель были разделены на несколько групп первое это экстренный стоматологический прием и вторая группа это плановый стоматологический прием внутри каждой группы мы решили распределить состояние на подгруппы всего их было отобрано 36 состояний мы разберем сегодня каждый из них это не хирургический прием и хирургический прием но и в плановом случае также это не хирургический прием например профессиональная гигиена полости рта как основная стоматологическая манипуляция и хирургический плановый прием первая группа это будут стоматиты различных форм это обострение хронического рецидивирующего автозного стоматита обострение хронического или острый стоматит герпетический стоматит, инфекционный, термический и так далее Все что только угодно, химический, механический, ядрогенный Вторая группа это осложнение хирургического лечения Это, например, расхождение швов или образование фибринозного налета в области хирургической операции Это различные виды травм Механическая травма, химическая, термическая или даже ядрогенная травма Седьмое это постлучевые и постхимиотерапевтические изменения слизистой полости рта То есть это химио- и радиомукозиты Это обострение хронического или острый периодонтит Это периостит Это парадонтальный абсцесс Альвеолит Обострение хронического или острый остеомиелит Асептическое удаление зуба, именно перелом корня зуба Это обострение хронического переимплантита, когда подразумевается удаление имплантата Острый гнойный переимплантит, хирургическое купирование послеоперационных осложнений, купирование послеоперационных кровотечений, то есть это повторное наложение шва, повторная лигатура. Это катаральный генгивит, фибринозный генгивит, до третьей степени мы с вами берем, мы берем все-таки наиболее распространенные состояния и стараемся охватить их все, чтобы разобрать каким образом, как именно, в каком порядке, по какой схеме могут применяться средства фитодент из растительного сырья, держащий ряд биологически активных компонентов. Это язвенно-некротический генгивит, особенно у пациентов с генерализованным пришельчным кариесом, это парадонтит легкой степени тяжести, это парадонтит средней степени тяжести и даже тяжелой степени тяжести, кроме острогнойного периода. Поскольку здесь будет все-таки комплексное применение различных компонентов, в первую очередь это кабинетная гигиена полости рта, скайлинг, рутпленинг, удаление грануляционных изменений и в дальнейшем уже пациент будет использовать средства дома для закрепления эффекта и улучшения собственного состояния, улучшения питания, трофики парадонта. И нехирургический прием, это заболевание СОПР, слизистой оболочки полости рта, это опять же стоматиты, если в плановом порядке мы их лечим, это хронически рецидивирующий автозный стоматит, когда у нас несколько приемов мы купируем его, это хиелиты, ну и ангулиты сюда соответственно также могут входить, это неудовлетворенность эстетическими качествами улыбки пациента, Это парадонтит средней степени тяжести, опять же как плановый прием хирургический именно, да, когда мы ведем речь о лоскутной операции для воссоздания объема утраченного костной массы и увеличения объема мягких тканей относительно уровня цементно-эмалевой границы для закрытия корня зуба. Это парадонтит тяжелой степени тяжести, в общем с аналогичным протоколом, это фибринозный гингивит третьей степени, поскольку он подразумевает хирургическое вмешательство, это устранение одиночной или множественной рецессии десны в области зуба или зубов, рецессии десны в области имплантата, также имплантатов, это периодонтит, это адентия, то есть непосредственно хирургический прием в составе плана включает установку имплантата с костной пластикой или без, Это атрофия костная или мягкотканная, которая подразумевает направленную тканевую регенерацию и костную, и сонительно-тканную, и это переимплантит и переимплантоз как хирургический прием при сохранении имплантата. Мы рассматривали в остром случае, когда он острый гнойный переимплантит, и мы планируем удалять имплантат, а также есть, конечно же, случаи, наиболее частые на сегодня для нас, это сохранение имплантатов, их стабильности и воссоздание в области них, в пришедочной области или в области витков, утраченного объема костной ткани и устранения атрофии мягких тканей. Пояснение небольшое. Модель таблицы носит прикладной характер и будет полезна не только для определения конкретного продукта, который будет применяться из гелий, либо гель с антисептиком, либо гель без него с корой осины и дигидрокверцетином, но и для персонификации выбираемого лечения. Поскольку мы живем в век персонифицированной медицины и учитываем целый ряд показателей фенотипического планирования, которые мы рассмотрим на клинических примерах тоже в дальнейшем, совместно с доктором Носовой Марией Александровной, в 2013 году нам была разработана система фенотипических показателей, которая учитывает конституцию пациента, тип кости, объем кости, объем мягких тканей, точки крепления мышц, наличие слизистой мышц и натяжей, а также ортопедические показатели и гигиенические показатели для понимания того, как будет выглядеть результат лечения предлагаемого пациента в долгосрочной перспективе. Таблица может помочь практикующему врачу сориентироваться в нозологических формах согласно классификации МКБ-10 по протоколу применения лечебных средств. Вы можете также скопировать вот этот QR-код и перейти, посмотреть настоящую брошюру в полном объеме самостоятельно, если это необходимо. Также можете скачать ее у нас на сайте или в группе в Телеграме, куда выкладываются все обновленные материалы и информационные поводы. Итак, давайте начнем с самого простого, это описание протоколов лечения и схемы применения средств фитодонт. Для каждой нозологической формы мы предлагаем как трафарет использовать определенный порядок. То есть у нозологической формы будет описание стоматологической манипуляции, которая происходит непосредственно в кабинете. Все врачи этим владеют, мы тут нет никаких особенностей, учить этому мы не планируем. Мы хотим дать совет, что можно использовать фитодонт в периогеле, эти продукты один или другой, или только другой, и так далее. Или на усмотрение врача, если он уже имеет собственный клинический опыт и понимает, что есть все-таки разница у одного геля и у другого, не только по химическому составу, но и по своим физическим свойствам. И схема применения средств фитодонт, также других видов, это может быть эликсир, ополаскиватель или масло, или гель, если это требуется в дальнейший период, по какой схеме пациент может применять это дома. Ну и так, давайте начнем. Достаточно простая таблица, которая позволяет нам быстро понять схему назначения. Если это берем первую группу стоматита любого генеза и вида, то наверняка здесь будет аппликация геля с хлоргексидином при гриппетическом стоматите и инфекционном. А во всех остальных случаях стоматита мы можем применять гель без химического антисептика с дегидрокверцитином и корой осины. Травматический, химический, механический, гитрогенный и так далее. Мы назначаем в таком случае экстемпорально либо один гель, либо второй. Продолжение следует...